всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ по книге великий музей мира чарльз дуглас ричардсон а вот называется облако 1900 год бронза 46 на 15 на 14 будущий скульптор чарльз дуглас ричардсон родился в излингтоне одном из центральных районов лондона через два года его семья эмигрировала в австралию к родственникам и поселилась в городе портленд но к моменту когда мальчик пошел в начальную школу его отец получил работу в мельбурне и ричардсон и снова переехали в 16 лет юноша начал обучение в школе дизайна при национальной галереи виктории с 24 лет уже показывал свои картины на многих выставках прежде всего школы эльдерберга и большинство из них имели успех критики считали ричардсона таким же талантливый и перспективным художником как тома роберса артура стритона и фредерика маккабина но 28 лет он отплыл в лондон поступил в королевскую академию искусств на шестилетний курс скульптуры за указанный период мастер получил за свои пластические композиции три приза после этого триумфа ричардсон отправился путешествовать по европе и познакомился искусством италии франции 36 лет мастер вернулся на родину и представил публике множество своих картин и скульптур вскоре он женился занялся преподаванием и даже одно время возглавлял общество художников виктории его произведения оказали сильное влияние на местных мастеров композиция облака представляет собой обнаженную девушку который плавно склоняется и смотрит как с пальцев ее скрещенных рук к стеблям цветов словно по тонким трубам стекает вода скульптор создал своего рода персонификацию облачности или тумана который мощно и при этом чувственно наполняет влаги растения образ был навеян британской поэзии эта работа по праву считается одним из шедевров искусства австралии вот такое описание по книги великий музей мира к работе чарльза дугласа ричардсона работа называется облако 1900 год пока пока до свидания а